Мокрые стены, сырость в квартирах, отвалившиеся обои и испорченная техника. Жильцы дома на Якира 3А рассказывают, в ночь с субботы на воскресенье с потолка полилась горячая вода. Трубу порвало прямо по центру нашего комнаты, внизу, вверх. И прямо текло отсюда, как фонтан, просто велосипед, как фонтан. И как могли мы его ведрами, тазиками выливали из окна и через подъезд приносили. Это было просто кошмар, это не передать так. ЧП случилось в день, когда в доме включили отопление. На чердаке прорвало трубу. В результате пострадали квартиры поврежденного стояка с первого по четвертый этаж. У некоторых жильцов даже обвалились потолки. Лилось с люстры, просто как водопад. Как не замкнуло никого, током не убило, это просто чудо. Даже дышать очень тяжело, вот это все стоит. Просто кашель у всех. Я, честно говоря, даже не знаю, как это теперь просушить в такую погоду. Горячая вода, это все перекрытие, все из дерева, все там замерзло. Как высушить, я не понимаю, честно говоря. Жильцы говорят, аварийную службу ждали полтора часа. Пока не приехали специалисты, поток горячей воды остановили своими силами. Сразу позвонили, вызвали. Полтора часа они не ехали своими силами. Соседи выбивали в подвале дверь, закрывали всевозможные вентили. В жилком сервисе уверяют, что накануне систему проверили. Она была подготовленной к отопительному сезону. Авария, по их мнению, произошла из-за того, что в трубах было слишком высокое давление. Опускают отопление, правильно, опустили не вовремя, с опозданием. Сейчас идет очень много порывов на трассах. Рабочее давление, например, 4-5 атмосфер. А если открыли дом, запустили его, трассу где-то перекрыли, потом заново открыли, идет гидравлический удар. Давление 9 атмосфер. Конечно, трубы не выдерживают. Если проверяют данную систему на подготовку к зиме, 6 атмосфер в 20 минут держат. Понимаете, когда 9 атмосфер, конечно. В свою очередь, специалисты Харьковских тепловых сетей уверяют, давление в трубах было в пределах нормы. И всему виной устаревшие трубы. Источные трубы за 60 лет эксплуатации. Можно ли один вопрос в рамках технического обслуживания обеспечить устойчивую работу без повреждений на отопительную систему зданий. Если здание в 100 лет, и оно ни разу не видело капитального ремонта. Или хотя бы текущего ремонта. На следующий день после аварии специалисты теплосетей заменили часть трубы. И сегодня отопление в доме есть. Однако жить в некоторых квартирах теперь невозможно. Люди ютятся у друзей. Жильцы уже написали коллективное письмо в ЖЭК. Собираются обращаться в тепловые сети и мэрию. Будут добиваться материальной компенсации в суде. Олигархи не живут в таких условиях, в таких квартирах. У нас нет лишних денег, чтобы делать каждый год по чьей-то вине ремонта. Виктория Таряник, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».